МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные новости дня в информационной программе События. С вами в студии Александр Новиков. Здравствуйте. И коротко о главном в начале выпуска. 80 лет военному комиссариату Брянской области. Торжественная встреча прошла в Крустальном зале правительства. Подробности в репортаже Дмитрия Газина. Турнир города Брянска по лыжи-роллерам. О соревнованиях и их участниках расскажу вам я, Кирилл Новиков. В Брянском филиале Государственного фонда защитники Отечества организовали Дни правовой помощи. Какие вопросы волнуют участников СВО и их родных? И как они решаются? Подробности в нашем сюжете. В Дом юнармии Выгонеческого района передали оборудование на 1 миллион рублей. А все детали расскажу вам я, Армен Марукян. 80 лет исполнилось военному комиссариату Брянской области. На торжественной встрече в Хрустальном зале правительства наградили лучших работников военкоматов, а также поздравили ветеранов службы. В 20-м году пошел в армию. В 21-м подписал контракт. В 22-м Дмитрий Мирошин отправился на спецоперацию. А в день 80-летия военного комиссариата получил из рук губернатора медаль Министерства обороны как участник СВО. «Посовещался с товарищем, кто, если не мы, будет защищать наш родной дом, тем более Брянск. И пошли. Полгода там пробыл, брали город Изюм два раза. А 6 сентября выходили из окружения наших недругов, назовем их так. Тогда были очень большие силы, которые практически назяли в кольцо. С Боем вышли. Получил ранение. 6 месяцев в госпитале. Реабилитация». Признается, без поддержки мамы и невесты не справился бы. Тогда же и предложили работу в военкомате на отборе по контракту. «Главное – воспитать настоящего мужчину, настоящего солдата. Это самая основная задача каждой матери, я считаю. Потому что сейчас у нас трудное очень время. Надо, чтобы у нас были защитники наши, чтобы наша родина всегда была целостной, чтобы враг не прошел». Слова матери – точь-в-точь задача военкоматов. Военный комиссариат Брянской области был учрежден в разгар 1944 года, всего через несколько дней после образования самого региона. «На протяжении ряда лет военный комиссариат Брянской области занимает передовые позиции. В 2014 и 2015 годах занимал первое место в Западном военном округе. В 2014 и 2022 годах Брянской области военный комиссариат признан лучшими в Западном военном округе и занял второе место среди субъектов Российской Федерации в ходе приведения конкурса на лучшую подготовку граждан страны к военной службе, организацию и приведение призыва на военную службу». «Практически каждая семья имеет свою историю военного служения нашему государству, участие многих поколений, близких родственников в защите Родины. С порога военного комиссариата начинается ратное служение человека своему отечеству. Здесь начинается наша армия и флот». В этот день в Хрустальном зале чествуют лучших работников комиссариатов, ветеранов службы. В некоторых военкоматах работают и ветераны СВО. Показывают новобранцам и добровольцам личный пример героизма. Антон Алхимин был награжден Орденом мужества указом президента. Под несмолкаемые аплодисменты. Медали от Министерства обороны, почетные грамоты губернатора и Брянско-областной думы. Благодарственные письма всех работников комиссариатов представили к награде. «Отвечаю за подбор призывников на срочную службу, учет резервистов, военнослужащих. Именно военкоматы координируют систему защиты страны от военной угрозы». «Сегодня перед ведомством стоят ответственные задачи по обеспечению полноты и достоверности воинского учета. В том числе постановки на воинский учет лиц, которые приобрели гражданство Российской Федерации. А также по комплектованию войск военнослужащих». И все же главная задача военкоматов – собирать ряды защитников Родины, срочников и контрактников. По данным комиссариата, в нашем регионе желающих пойти по контракту становится все больше. Дмитрий Газин, Сергей Дюков, Сергей Севастьянов. Брянск. 12 и 13 июля на площадке Брянского государственного аграрного университета в поселке Кокино пройдет ежегодный сельскохозяйственный праздник – День Брянского поля. На выставке будут представлены лучшие хозяйства региона, интересные подворья, передовые сорта растений, современные технологии выращивания, лучшие образцы отечественной селекции, сельскохозяйственная техника. Если вы хотите стать участником главного аграрного праздника Брянской области, узнать больше о достижениях в сельском хозяйстве региона, приходите на выставку «День Брянского поля». В Брянске организовали Дни правовой помощи для участников СВО и членов их семей. На протяжении трех дней их консультировали специалисты по самым разным направлениям – от социальной помощи до реабилитации и юридических вопросов. Брянский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» здесь оказывают ветеранам спецопераций и их семьям содействие в получении всех полагающихся мер поддержки. Оформить выплаты, пройти реабилитацию, переобучение, найти работу, справиться с бытовыми проблемами. Оперативно решить самые разные вопросы помогают и Дни правовой помощи. Когда подопечные фонда могут пообщаться напрямую с адвокатами, нотариусами и даже судебными приставами. Здесь же – филиали. Был анонс в соцсетях и на наших страничках в Телеграме, ВКонтакте. Звонили, также обращались, указан телефон был нашего филиала фонда, обращались, записывались, формировался список. И, соответственно, чтобы человек пришел и сразу этот вопрос решила та или иная организация, либо государственный орган. В общей сложности за три дня в филиал фонда обратились 16 семей. Бюрократические проволочки с установлением инвалидности, сложности с выплатой ранее взятого кредита и других задолженностей. Вопросы, переобучение и трудоустройство. Филиал фонда «Защитники Отечества», расположенный по адресу город Брянск, проспект Станки Димитрово, 88, могут обратиться абсолютно любые участники специальной военной операции, членов семьи. В рамках подписанных соглашений оказывается помощь нашими партнерами. Это Брянская адвокатская палата, Нотариальная палата Брянской области, также Управление Министерства юстиции. Также у нас сотрудники имеются в каждом муниципальном районе Брянской области, куда также люди могут обратиться. Ольга Макушникова, Сергей Дюков, Брянск. Тренировочные макеты оружия, рации, медицинские принадлежности, спортинвентарь – это лишь часть того, что получили юнормейцы Выгонического района. Все это оборудование в подарок ребятам за их заслуги и активную работу. Я всегда рад и горжусь тем, что имею возможность хотя бы несколько часов, несколько, может быть, дней побывать и встретить своих земляков. Первый замначальника главного штаба юнормии России родом из Суражского района Брянской области. Не первый визит в родной край. На этот раз и в школе села Лопуш открывается дом юнормии Выгонического района. Мы по всей стране сегодня открыли уже порядка 430 домов юнормии, снабжаем и оснащаем его оборудованием необходимым для активности ребят, для подготовки по начальной военной подготовке, по военно-тактической медицине, по различным моментам, что пригодится в жизни ребятам. Оборудование на 1 миллион рублей. Местные юнормейцы это заслужили результатами. Количественный состав, рейтинг активности, награды всех уровней. Наши ребята стали победителями всероссийского конкурса строевой подготовки юнормейцев. Первое место в России, согласитесь, это очень даже много. Когда исполнилось почетному гражданину Брянской области Шапошникову 100 лет, именно парадом перед ним прошла коробка юнормейцев нашего дома юнормии и наша знаменная группа принимала участие. Когда резерву патриотическому клубу исполнялось в 30 лет, именно конкретно попросили нашу группу присутствовать на этом большом мероприятии во дворце Гагарина. И это лишь малая часть заслуг ребят из юнормии Выгонического района. Тренировочные макеты оружия разного вида, рации, медицинские принадлежности, шашки, походные палатки, теплый пол, спортинвентарь. Я первый раз вижу такой манекен. Очень рада, что он появился в нашей школе. Мы можем теперь тренироваться и получать новые навыки. У меня в руках воздушка. Она открывается здесь. Сюда засовываются пули и идет выстрел. Он один. И каждый раз на пули засовывают новую. Мне очень понравилось, что у нас появилось их очень много, что на каждого хватит и мы не будем ждать очереди. Я очень люблю стрелять и меткость это очень важно. И я безумно счастлива, что у нас такое есть. Сейчас в руках у меня находится автомат Калашникова АК-74М. Теперь у нас их как минимум 4 новых. И будет каждый, я уверен, им доволен, потому что все его разбирают на каждом соревновании. Ну а насколько круто, что их теперь много для вас? Ну, то, что не приходится больше стоять в очереди и можно посоревноваться со всеми одновременно. Дома юнармии открываются при школах. Это доступно всем детям. И маршрут знакомый, дом, школа. И после занятий можно остаться. Например, здесь могут тренироваться, получать навыки вся ближайшая округа. Ребята из соседних населенных пунктов. Не обязательно, может быть, парень станет военным. Да, и в гражданской жизни эти навыки могут пригодиться настолько, что он спасет жизнь никому-то и сам выживет той или иной ситуации. Помимо подарков, общения, вопрос от юнармейцев и ответы старших. В нашем регионе эстафета открытия домов юнармии пришла из городов Шахтерск, ДНР и Луганск. Армен Маругян, Александр Романченко, Выгонческий район. Киновыходной с волонтерами Брянщины. Если вы хотите провести вечер за просмотром фильма «Под открытым небом», познакомиться с волонтерами и их работой, приходите в парк Толстого 12 июля в 21.30 на показ фильма «Здоровый человек». С собой берите пледы, пенки, туристические стульчики. Возрастная категория 12+. Будьте в курсе. Самые свежие и актуальные новости на нашем официальном сайте губерния.тв. Заходите и читайте прямо сейчас. Новый корпус больницы номер 4 в Брянске принял первых пациентов. Губернатор Богомаз поблагодарил брянских полицейских за службу. Татьяна Астахова возглавила Брянскую природоохранную прокуратуру. В Брянске заменили перегоревшие фонари на бульваре Гагарина и набережной. Полтонный монет принесли брянцы в банки на обмен. В Стародубе начался капремонт дороги по центральной улице Семашко. Брянский ансамбль «Раздолино» вернулся с международного фестиваля с дипломом. Отдых с детьми, пособие по выживанию для брянских родителей. Об этом читайте в рубрике Ольги Умаровой «Мам. Просвет». Хотите больше новостей? Заходите на губерния.тв. Брянские полицейские раскрыли серию краж крышек канализационных люков. Установлено, что к данному делу причастен 33-летний житель Брянского района. Мужчина похищал люки на улице Медведевой переулки Брянском. Подозреваемый признался, что действовал по ночам, а похищенный отвозил в пункт металлолома. Ущерб городской коммунальной организации составил 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ранее не имевший проблем с законом, 33-летний житель Брянского района признался, что по ночам дважды снимал по две крышки, которые впоследствии сдавал в пункт приема металлолома. Две крышки полицейские изъяли, остальные уже были переработаны. С 8 по 14 июля Минздрав России объявил неделю здорового иммунитета. Что делать, чтобы иммунитет не подкачал, в нашей постоянной рубрике «Совет эксперта» расскажет заведующая иммунологическо-аллергологическим отделением Брянского клиника диагностического центра Елена Володина. Если вдруг человек начинает часто болеть простудными заболеваниями, вот внезапно такое произошло, у него начинают появляться бесконечно гнынечковые какие-то заболевания. Если человеку начинают врачи назначать какое-то лечение, и он не может, принимая назначаемые лекарственные препараты, адекватно выйти из этой ситуации, то этому пациенту обязательно нужно обратиться к врачу, который выяснит, как его работает иммунная система и назначит соответствующее лечение. Самому человеку вмешиваться в иммунную систему категорически нельзя. Единственное, что нужно сделать, вести так называемый правильный образ жизни. Первое, должно быть сбалансированное питание. Человек должен получать в достаточном количестве белки, из которых потом строятся у нас антитела или иммуноглобулины, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы. Еще есть две системы, которые должны быть в полном порядке. Это желудочно-кишечный тракт, потому что клетки иммунной системы – это колыбель желудочно-кишечный тракт. 70% клеток иммунной системы находятся на территории желудочно-кишечного тракта. И там же находится большое количество иммунной системы. Это наша микробиота, которая – это колыбель, мы ее должны пестовать и леять. Нервная система у человека должна быть в порядке. Стрессы, травмы приведут к дисбалансу иммунной системы. А также проблемы в эндокринной системе тоже приведут к этому. Что нужно делать? Пациенту нужно хорошо питаться. Пациент не должен перегреваться. Он должен обязательно быть на свежем воздухе. Безусловно, у него должно быть хорошее физическое состояние. И если пациент понял, что у него есть какие-то проблемы, которые я сказала, частые простуды, гнойничковые инфекции, плохое выздоровление, он должен немедленно прийти к врачу. И ни в коем случае самостоятельно не брать никаких иммунотропных препаратов. Может брать только так называемые биологические добавки в виде пробиотиков и поливитамины в периоды, когда у нас с вами сходный рацион. Хотя в этом сложно сказать, потому что сейчас у нас рацион круглый год абсолютно нескудный. В окрестностях села Хатылева возобновились ежегодные археологические раскопки. Исследования здесь ведутся уже более 30 лет. В 1968 году археолог Федор Заверняев обнаружил под Хатылева древнюю стоянку человека времен Палеолита. А это около 20 тысяч лет назад. Вот так неторопливо и аккуратно участники раскопок под Хатылева узнают, как жили люди в позднем Палеолите. А это на минуточку. 20 тысяч лет назад. Я сейчас делаю зачистку верхнего слоя, я стечаю песок. В дальнейшем более опытные люди будут заниматься более кропотливой работой. А так я ложкой сейчас аккуратно утечаю весь мусор. Софья, будущий инженер-строитель, на раскопки приехала помогать, потому что древность всегда завораживала. Когда сидишь на костях мамонта, в буквальном смысле видишь их и трогаешь, дух захватывает, потому что между нами очень много времени. Памятник археологии Кладбищенская балка открыт Федором Заверняевым в конце 70-х годов прошлого века. Тогда в окрестностях Хатылева ученый нашел стоянку древнего человека из позднего Палеолита. На данный момент, благодаря современным технологиям и анализам, конкретно эта часть, что сейчас раскапывается, у нас датировка идет 21-24 тысячи лет назад. Слой здесь небольшой, буквально 15-20 сантиметров, но очень насыщенный. Этот раскоп уже копается шестой год. И из 60 квадратных метров, где-то половина у нас уже исследована. В этом сезоне раскопки начались в середине июня. Сегодня закончен этап расконсервации. Каждое действие археологов фиксируется. Я составляю план различных объектов. Допустим, сейчас я отмечала глиняную обмазку. Вот эти вот рыжие пятна. Надо было перенести на план, чтобы в дальнейшем это можно было перенести в электронном виде. Место раскопок Подхотылева состоит из двух основных исторических слоев. Внизу поздний палеолит, а ближе к поверхности и, соответственно, к нашему времени, залегает богатый исторический слой Киевской Руси. На данный момент мы снимаем слой Киевской археологической культуры 2-5 веков нашей эры. Чем он интересен, что это период ранних славян. На территории области он менее хорошо изучен, нежели Древняя Русь. Что стало интересно за эти долгие годы изучения. Так как, опять же, к югу левее от меня, если смотреть, здесь в прошлом году и в позапрошлом чуть дальше был ряд жилищ именно раскопанных. То есть тем самым мы получаем, что линию одну, жилищ, и здесь, скорее всего, вот это вот большое пятно, это будет тоже фрагменты жилища. В ходе раскопок выяснилось, что дома древнего человека 2-5 века нашей эры представляли собой деревянные срубы, полуземлянки. Непосредственно здесь это преобладали именно не срубные, а именно столбовые, так как срубные строятся в основном на севере. На севере, вплоть до южной окраины Псковской области, киевская археологическая культура доходит, но так как там идет большое преобладание грунтовых вод, то ставится сруб. На данный момент здесь удобно делать просто на столбиках, потом небольшой скосик и заниматься именно полуземлянками. Наиболее активно раскопки в Хотылево идут последние шесть лет. Все рукотворные предметы тщательно фиксируются и отправляются на исследование. Здесь были найдены так называемые полиэлитические венеры, то есть женские статуэтки, они небольшого размера. Были найдены бивни мамонта, причем в прошлом году мы изъяли два бивня, которые служили сырьем для производства различных изделий. Так как глубокие горизонты – это полиэлит, то и изделия находят из камня, например, кремниевые отщипы, или из кости. Из наиболее интересных находок – очаг. Его вычислили благодаря замерам и фиксации пятна из глины. После нескольких слоев выяснилось, что очаг был прямоугольным. Это может говорить нам о том, что здесь, на этом месте, люди существовали долгое время. То есть не так, как пишут нам в книжках, что они пришли на лето, ушли на зиму обратно. Они здесь жили конкретно долгое время, просто приходили разные группы. Если люди жили долго, значит и находок у археологов будет много. Хотелевская экспедиция 2024 года продлится до конца июля. В этом году на археологическом объекте мирового значения, кроме студентов, практикантов и волонтеров, побывает более 100 ученых-археологов. Алексей Исипенко, Брянский район. Центральный парк культуры и отдыха на время превратился в трассу. Лыжи-роллеры – отличный способ поддержать форму, разнообразить тренировочный процесс профессиональных лыжников. Открытое первенство Брянска по этому виду спорта посетила наша съемочная группа. Летом, когда асфальт заменяет снег, лыжники переобуваются и продолжают свои тренировки на свежем воздухе. Здесь не только приятно гулять, но и отлично можно выступать. Проехали спортсмены, я у них спросила, говорю, как вам? Они говорят, асфальт классный. Кататься – одно удовольствие. За 15 минут до старта вы должны присутствовать уже на стартовой площадке. На старт вышли 158 спортсменов всех возрастов. Самые юные бежали один километр, те, кто постарше – шесть. Я занимаюсь всю жизнь, с юных лет, до сегодняшнего дня. Очень хочется попробовать себя именно на классике с каждым годом. Пытаться как-то расти и пытаться как-то развиваться в этом спорте. С виду такие же, как и классические лыжи. Но, несмотря на схожесть, у летнего снаряжения есть свои нюансы. Более высокая платформа. Труднее удерживать равновесие. На лыжи-роллерах встать и поехать невозможно. Здесь надо позаниматься. Поэтому здесь уже те спортсмены, которые заболели, скажем так, этим видом спорта и очень хорошо стоят и чувствуют себя на этом инвентаре. Лыжи, они гораздо длиннее. Чтобы на них поехать в соревнованиях, на лыжах надо наносить мазь на скольжение или на держание. А роллеры ты можешь просто смазать и все, и поехать. Кирилл Новиков, Сергей Дюков, Мбрянск. И это все, о чем мы хотели рассказать вам в этом выпуске. Спасибо за внимание и до встречи.